всех еще раз с новым годом сегодня 2 января еще один выходной я нахожусь на топливский путь сейчас поворачиваю на улицу жертв фашизма и у нас с вами будет обзор района какого района вот улицы маслина вот здесь вот новые дома выстроили мы немножечко зайдем во дворы там посмотрим как реставрируют старые и посмотрим также еще новый магазин мега где открылся в новом доме посмотрим наверно то можно зайти во двор там сейчас сделали благоустройство будем смотреть как все это выглядит и вы примете решение стоит ли покупать здесь квартиры вот у нас впереди кстати вот такой вот халабудник это вот его часть вот которая там там ее реставрирует и наверное конечно я надеюсь что всех заставит сделать одинаковые окна уберу тут сверху вот этот не пойми что вот можно посмотреть как это там происходит сейчас видно что-то пока с этой стороны ничего не видно а вот вот там вот сверху они настраивают еще один этаж вот там видно и да там естественно у всех окна будут одинаковые уже так вот новые дома их здесь по моему три штуки сейчас посчитаем вот там один это второй третий да там там четыре даже так переходим улица маслина называется она так потому что здесь растут маслины такой вот дома внизу будут магазины вполне так все добротно на верхних этажей будет прекрасный вид вот туда дальше на море на буду с этой стороны старые югославские которые сейчас реконструируют и здесь очень такое благоустройство тоже вот у них раньше было сейчас посмотрим так вот здесь еще идет стройка часть корпусов уже сдано там живут люди а часть еще только-только сдаются и вот 2 числа здесь кстати какие-то работы идут конец там просто кто-то пиво пьет те же строители наверно так вот здесь мы можем спуститься пройти туда во дворе посмотреть что здесь было как и раньше вот такие здесь входы еще стоят таки старые двери очень жалко их заменят явно на такой пластик дешевый и здесь вот такие вот входы в квартиры еще деревянные перелива почтовые ящики разбитая лампочка если здесь привести все в порядок здесь будет очень очень уютненько вот здесь немного грязно потому что идет вот стройка идет вот этот дом построили довольно странная архитектура это не сказал что это какая-то вообще полностью полный отстой ну так это пародия пародия такая да вот на что-то зачем эти колонны непонятно здесь лепили гротеск такой вот мы только что с вами здесь проходили здесь у каждого вот свои дворики за этими густыми кустарниками вот кто-то там себе более устрадку такую сделал подушки сушат мощение еще старое-старое а вот здесь мы с вами можем наблюдать процесс реновации который кстати да идет даже и второго числа утепляют фасады вот достроят достраивают там еще один этаж будет на всех дополнительный и и я все-таки думаю да и делают смотрите делают вот выпуски до металлические это будут балконы еще наверное чей-то дополнительно у кого-то хотя может это старый здесь такой конструктивизм что не поймешь где тут чего было но думаю все все будет одинаково вот здесь еще вход в чью-то квартиру вот так вот находится и здесь вот тоже ну здесь все разбомбили стороны вот так вот пить сарай на все уберут когда построят на на все обычный дом и вот это спортивный центр вот можно пройти отсюда и попасть вот в но в новые дома вот в эти вот сейчас мы к ним пойдем только с другой стороны тоже посмотрим до второе число ареновация идет полным ходом вот утеплитель а вот как делают входы туда смотреть сразу дверь убогий пластик белый сразу же все не то здесь перила кстати покрасили бежевой краской они должны быть деревянные и окошки пластиковые но дешевый только пластик ну конечно да лучше чем совсем уж разруха да да вот котиком тепло спать на утеплителе теперь и вот старые дома но здесь тоже вот уже кто-то вылепил вот такую дверь с таким газон и террасами такое вот благоустройство остатки здесь кто-то что-то жарил мясо наверно на новый год сидел прям с ногами на лавках так и вот напротив вот эти новые дома из магазинах здесь вот есть маленькая арома и собственно новый магазин мега куда мы сейчас подойдем вот впереди мы видим слева уголок этого нового здания уже справа точнее да вечно путаю слева спортивный центр и вот вот несколько вот этих новых домов такой маленький квартальчик сейчас мы посмотрим вот кстати мимоза который у нас расцвела уже по всему городу так заглянем немножко вот сюда посмотрим как здесь в принципе мне это райончик очень нравится здесь такие вот дома находится вот здесь даже все украсили такой вот средний уровень домов вполне очень все прилично аккуратненько чистенько такие вот входы двери конечно да оставляет желать лучшего опять это ухо черное на каждой двери здесь вот кстати террасы сделали тоже каждому большие на первом этаже парковки есть такие парковки есть такие почему-то все все равно машины натолкали на улице вот даже какая лавочка стоит модная и вот еще два дома где показывал проход есть за спортивным центром рая вот такой небольшой вполне уютный микрорайончик не знаю сколько стоит жилье наверно не очень дорого здесь везде фирменный знак этих домов дверь с черным ухом большинства квартир здесь конечно многих нет вида особо такого сейчас верхних этажей как всегда все можно обозревать я думаю так напротив у нас сейчас мы это значит улица маслины это у нас югославский квартал который я снимал уму раза два уже проходил вы можете поискать у меня там называется вам путешествие в прошлое а сейчас мы пойдем вот в этот большой новый дом посмотрим вверху аквапарк виднеется это вот называется район старый пикаре вот это была старая старая пика еще с угославских времен здесь тоже вероятно что-то все построит такой дом тоже с нехитрой отделкой вот это вот сделали такой бетон под дерево это рыжеватое а мы сейчас пройдем посмотрим как там внутри во дворах здесь тоже магазины будут какие-то вечером здесь везде подсветка здесь сделаны такие вот линейные светильники что очень хорошо здесь на подсветку даже если это в принципе и китай то на вид так ничего довольно качественно здесь сделана подсветка вот они маленькие точечки идут с этой стороны и с другой поэтому все это очень светится вечером нюнёвочка такая плитка вот мы попадаем во двор так что мы здесь видим что довольно все очень так красиво и аккуратно конечно же вот эти вот первые этажи у них вида нету вот уже те они могут смотреть вот здесь вот сквозь просвет между этих двух башен но в принципе да здесь покупают люди квартиры они дешевле тем кому не надо вид нужны видовые он пожалуйста сверху полно во все стороны здесь можно смотреть так а здесь всякие офисы службы будут тоже пока не вижу ни одной лавочки плитка кстати такая нормально все вот лавок вообще не вижу и здесь въезд странно куда какие-то какой-то гараж вроде они под землей ну вполне такой прям оазис вудве выглядит это друзья не мусор это просто растение привозили они часть какие здесь просто как засохли будут все делать очень хорошая счастья как большом городе сразу дайте посмотрим что в подъездах это вот так вот выглядит смотрите вполне тоже очень неплохо висят постеры подсветка но еще не все сделано здесь вот все находятся счетчики это вход в квартиру я так полагаю а вот лифты один лифт и второй лифт а здесь какой-то хоу может для хранения велосипедов будет наверно вот здесь это коляски в принципе что логично а здесь я не знаю что такой сервер прям стоит какой-то и смотрите что примечательно стеклянные перилы обычно на такое не раскошеливаются вызвали лифт чтобы посмотреть как он выглядит внутри ну черногори все лифты выглядят хорошо вот так то выглядит нормально его чем ночью весь в плеванке поэтому даже так свидание так вот такие входы думаю все понятно другие заходить не будем вот так вот мне непонятно для кого здесь такие большие езды прямо со двора не похоже что здесь будут прямо заезжать машины и сюда заезжать парковаться у них парковка внизу по идее к не знаю но было бы странно даже тогда здесь все заставит машина и получается здесь все полностью идентично только не горит еще подсветка даже и здесь находится заезд вот собственно и машина заезжает и вот они заезжают получается и вот здесь будет как бы проезжая часть и они будут попадать в гаражи получаются сейчас мы посмотрим из них шича кстати машины припой из ниши это сербия приехала куда не интересно заедут ну вот это честно говоря мне не понравилось конечно вот эта тема то есть это получается проездной двор тогда я думал как-то у них внизу гаражи организованы по крайней мере заезд вот же въезд в гараж когда немножко не понял то есть въезд в гараж здесь и въезд в гараж сверху а смысл чтобы туда ездили ну понятно что он двухуровневый но уровне должны быть въезд все равно выезд один странная система но все-таки думаю что то все таки вот здесь думаю будет стоять шлагбаум это для каких-то не знаю может быть экстренных случаев там так и вот мы сразу выходим из дома и попадаем вот площадка здесь мега вот улица маслина и пошли к морю сверху топливческий путь туда можно пешочком дойти прямо до аквапарка ну вот друзья такой небольшой после новогодний обзорчик улице маслина и нового дома с мега маркетом